Доброе утро, друзья! Я показываю вам действие, которое мы назовем скромность, щедрость и гармония. Это работа до того, как вы сходили в туалет. Это очищающая практика для каналов. Очень легкая, очень простая. Вот вы проснулись. Если, конечно, у вас переполнен ночевой пузырь, вы сходили в туалет. Если он, знаете, вот как иногда вы чувствуете позывы, но это не так сильно, не бегите в туалет, а мы сначала займемся легкими упражнениями, которые вот все, что делала наша печень, наше тело ночью, мы сейчас еще больше выдавим в каналы, а потом почистим язык, потом выпьем воды и дальше примем душ и все наши дальнейшие практики. Вы просто делайте, вы еще не умывались, вы просто проснулись, вы просто проснулись, сказали, как хорошо, что я проснулся, включили свидетели того, что вы проснулись. И делаем пятиминутную разминку для каналов. Вдох-выдох, спокойно, ощутили себя, вдохнули животом, выдохнули живот наружу, выдохнули живот внутрь, и еще один вдох-выдох, живот наружу вдох, живот внутрь, выдох. И просто начали махать руками, так, вправо-влево, достаточно раскованно. Наша вьяна-вата, это вата, которая перемещает все по телу. Когда вы работаете с уя-ямами, или такими так называемыми упражнениями, вы балансируете вьяна-вату, одну из пяти ватт. И это вызывает в вас, растит в вас чувство скромности. Потому что наше эго, оно же гордится тем, что я красавчик, я встал, я занимаюсь йогой, я изучаю аюрведу. И вот это эго, оно очень часто нам мешает. И вот когда мы занимаемся упражнениями, мы вырабатываем эту скромность. Вот, спокойно дышим, дышим носом. Количество упражнений может быть индивидуальным. Но вы должны почувствовать, как мы сейчас работаем со всеми ручными каналами, которые идут какие-то от головы к пальцам рук, какие-то идут от пальцев рук к голове. И они все проходят через плечи, через нашу шею. И мы должны почувствовать свободу в этой области. Где-то вы почувствуете разницу, где-то правая рука вот у меня движется хуже, левая лучше. И я уделяю этому внимание легко, свободно, широко, радуясь тому, что новый день начинается. Закончили. Теперь мы поворачиваемся боком, если у вас есть опора, это хорошо. Противоход. Нога вперед, рука назад. И мы просто машем. Также. Раскрываем. Здесь мы уже соединяем ручные и ножные меридианы. У нас энергия движется по нашему телу. Сверху вниз, снизу вверх. И мы соединяем здесь руки и ноги. Работаем с меридианом мочевого пузыря, желчного пузыря. Меридианом желудка. Такими длинными меридианами, которые проходят через все тело. Нога может быть не какая-то непрямая, она может быть согнутая. Вы можете больше выносить бедро вперед. Ощущать свое тело. Чего оно хочет. И повернулись в другую сторону. Тышим носом. Сравниваем половинки. У вас может получаться лучше, чем у меня. Это хорошо. Мы никого не сравниваем. Ни с собой, ни с другими. Никого не принуждаем делать вместе с нами. Просто делаем сами. Закручили. Хорошо бы, чтобы у вас было открыто окно, чтобы был воздух. Вот мне сейчас этого воздуха уже не хватает. Я открою окно. Потому что ваше право начинает циркулировать по телу. Вы разогреваетесь. Вам хочется дышать. Тышим носом. Это не зарядка. Следующий. Смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно совершать боковые движения ногой. Вот такие боковые. Здесь мы разминаем больше бедро. И при этом противоположная рука, противоположная, массирует шею и затылок. Достаточно интенсивно. То есть мы машем ногой и массируем затылок. Разминаем наш затылок. Здесь не очень удобно стоять, чтобы вам показывать. То есть разместитесь удобно. Может быть это стульчик. Чтобы вам было удобно массировать. Разминайте свою шею. Вот здесь мы проталкиваем грану через меридианы, которые идут у нас. Это очень важный меридиан. Мочевого пузыря, а также желчного пузыря. Может седьмой шеи или позвонок. Поглотите его. Поменяем ногу. Противоположной рукой работаем, да? Размяем шею. И вот в забедренном суставе. У вас будет меньше гнева. Больше скромности. Разминаем эту зону. Поехали дальше. Дальше у нас коленочки. Смотрите. Делаем простые круговые движения. Здесь уделите внимание. Не делайте формально. Делайте. Вот. Вы почувствуете, как все ваши стопы включаются. Как хрустят там ваши голеностопы. Как все суставы стопы. Не только колени здесь работают. Но и вы достаточно интенсивно. Та энергия, которая идет по ножным каналам. Сверху вниз и снизу вверх. Стопы. Это важнейшая часть наше тело. Другую сторону. Колени и стопы. Это важнейшие мармы. Мы сейчас их прорабатываем. Немножечко приседаем. Еще раз говорю. Когда вы делаете упражнения, не будьте формальными. Будьте в упражнении. Это всего лишь 5 минут. Сделали стопы. И теперь подняли ладони наружу, кверху. И наклоняемся. Делаем наклонок стопам. Разогнулись. В своем темпе. Согнулись. Сначала, где-то вам будет тяжело. Тянитесь. Тянитесь наверх. Разгибайтесь полностью. Сгибайтесь полностью. Дышите спокойно. Вот левая половина, правая половина у меня никак не проснется. Уделите ей внимание. Соединяем процессы в нашем теле, чтобы вы уже начали день свой соединенными. Старайтесь достать до пола. Если вы до пола не достаете, то сгибайте ногу. Закончили. И одно из самых, может быть, сложных. Я вам сейчас покажу то, как получается у меня в упражнении. Но, смотрите, мы располагаем пятку. Обязательно держитесь за стену. Здесь не надо никакого героизма. В области промежности. Можете придерживать ее. Колено, по сути, должно быть направлено вниз. Это вот состояние моего тазобедренного сустава. И вы делаете маленькие приседы. Если колено у вас направлено вниз, это очень хорошо. Если нет, вы представляете себе, как ваше колено при приседе устремляется в норме. Вы должны достать до пола. Вот когда наш таз будет полностью растянут, когда энергия у нас потечет правильно, мы будем вот этим коленом, оно не вверх будет у вас при приседании уходить, а уходить вниз до пола. Потихонечку нежно разминаем свой позабедренный сустав с любовью. Без разочарований, без гнева на себя, когда что получается так, как получается сейчас. Представляем себе, что ваше коленка устремляется вниз и дотанивается до пола. Другая нога, другая рука. Видите, это колено немножечко лучше растянуто. Не колено, а позабедренный сустав. Все делаем в рамках ваших возможностей. Если вы не можете положить ногу высоко, не надо ее тянуть, чтобы вам было больно колено. Просто кладете туда, где это возможно сейчас. Вы можете сесть на стульчик и положить свою ногу. И без всяких приседов просто потянуть забедренный сустав, поработать с ним. Вот мы закончили минимальный цикл. Все, что было в наших каналах, мы собрали. И теперь будем проводить очищение. Вот теперь мы возьмем ложку или скребок и удалим всю слизь с ротовой полости. Посмотрим на свой язык и удалим все, что у нас там есть. И будем отмечать изменения. Это профилактика не только работы головного мозга. Это массаж всех внутренних органов. Это профилактика всех воспалительных изменений, парадонтозов, стоматитов, заболеваний пазух. Очищаем язык. После того, как вы очистили язык, вы взяли стакан воды, наконец-то выпили этот стакан воды и пошли принимать водные процедуры. Приняли душ, сделали промасливание, сделали обертый уптан, вышли из душа и начали свои егические упражнения. То есть уделите внимание вот этому ритуалу, ритуалу утреннего очищения. Он очень поможет вам не только в работе с телом, с красотой, здоровью, но и с созданием правильного умонастроения, щедрость, скромность и гармония. Помните, в я-ямы упражнения, они вызывают высшее качество скромность, водные процедуры, щедрость и гармонию вызывают чистка языка. Поэтому занимайтесь собой осознанно и занимайтесь только собой. И потихоньку наблюдайте за тем, как растет трава. Не ждите каких-то сверхъестественных результатов сразу, просто делайте. Эта трава обязательно вырастет. И вы увидите, ой, оказывается, я немножечко изменилась. Оказывается, в стрессовой ситуации я стала вести себя по-другому. Оказывается, я стала больше улыбаться, мои мышцы расслаблены, мое тело расслаблено, плечи не напряжены. И я могу, и я выражаю собой красоту, уверенность, скромность, щедрость и гармонию. Намасте.